Доска почёта Рядовиков Стахановского движения Рядом находится история этой шахты Великая история, которая заканчивается бесславным концом Ну, если говорить с чего в городе Гуково непосредственно это начиналось Вот шахта восточная у нас, первая шахта, работникам которой перестали уплачивать заработную плату Ну и соответственно, шахтёры, как я уже говорил, они могут работать руками Могут зарабатывать деньги, профессионально причём они работают Но они не знали, что в такой ситуации делать, потому что политическими вопросами они не владели Поэтому они обратились в городской комитет партии С тем, чтобы им помогли организовать вопросы проведения митингов, пикетов С целью, чтобы привлечь внимание на себя, чтобы им выплачивали заработную плату Конечно же, мы создали инициативную группу, собрали шахтёров Работа пошла, проводили здесь пикеты, проводили митинги в защиту шахтёров Направляли петиции во все органы власти Ну и соответственно, мы обращались к другим предприятиям, которые ещё работали У нас шахта Замчаловская работала, шахта Алмазная работала Мы обращались к работникам этих шахт за поддержкой Мы им говорили, ребята, поддержите вот сейчас шахтёров шахта Восточная Потому что ситуация такая, что там не выплачивают заработную плату У вас будет там через полгода, через год то же самое Но, как правило, я уже говорил, шахтёры могут хорошо работать, но политикой они не занимаются Они ответили, что нет, у нас всё хорошо, в шоколаде, мы работаем, нам выплачивают заработную плату Мы ничего делать не будем Ну и в соответствии получилось следующее, что шахтёры шахты Алмазной через полгода буквально перестали получать заработную плату И вот уже на протяжении двух лет они не получают эту заработную плату, они добиваются своих прав Они, конечно же, куда им идти? Они обращались в правительство Ростовской области, обращались в партию «Единую Россию», но никто им ничем не помог Шахтёры не были услышаны, соответственно, на них никто не обращал внимания И вот шахтёры шахты Алмазной пришли к нам опять в горком, в горком партии С тем, чтобы мы помогли им организовать все эти мероприятия Вышеперечисленные митинги, акции протестов Ну и, соответственно, мы включились в работу, стали им помогать Была создана инициативная группа И вот здесь, естественно, сразу же отреагировали на то, что мы делали это, проводили пикеты и митинги Сразу же, значит, приехали из правительства Ростовской области, посмотрели на эту ситуацию Потом пригласили инициативную группу шахтёров И сказали, ребята, если вы хотите получать регресс, значит, то сворачивайте свои удочки И больше никаких ни митингов, ни акций протестов Ну вот инициативная группа пришли ко мне и сказали, что Геннадий Едиктович, извините, мы не будем проводить митинги, потому что нас лишат вот этого дохода То есть регресса Ну, регресс человек получает там, либо получив травму на эту дополнительную пенсию Либо получив травму на рабочем месте, значит, либо какое-то профессиональное заболевание Вот, они имеют эти заболевания и травмы, получили регресс Но их запугали тем, что они лишат их вот этого дохода Инициативная группа распалась Потом другую инициативную группу тоже их запугали Ну и в конце концов, вот, третья инициативная группа Это уже отчаявшиеся шахтёры, у которых нет, видимо, регресса, которые нечего терять Они пришли к Валерию Петровичу Дьяганову, собрались И вот Валерий Петрович, значит, это первый секретарь Зверевского группового партии Он стал заниматься с этой инициативной группой, причём плотно и ежедневно В 2013 году нам не заплатили за полгода зарплату и начало 2014 года Ну что, вот кто ушёл на пенсию, живём на пенсию Пенсия 9 тысяч, 6 тысяч коммуналка А на остальные деньги ни в чём себе не отказывается В больницу мы не обращаемся, потому что у нас нет средств Аптека, лекарства нам недоступны Ребёнку подарок какой-то подарить или членам семьи Это тоже продукты, извините, мясо мы тоже уже не покупаем Вещи носим, ну носим ещё то, что у нас осталось То, что раньше мы заработали, всё Так мы и последнее время работали, нам зарплату с одержкой отдавали Верили, всё надеялись, что думали нас правительство не может бросить Как же так, мы же на пользу государства работаем Мы же уголь отгружаем Вот видно, про нас забылить можно Закрывается, закрывается, открывается, ничего Ничего, ни одного не забота, никуда Детям действительно некуда пойти, некуда Они все уезжают, детей мы не видим Они даже пирожка нормально покупать не могут У нас проблем нет, город умирает Решковский народ, он же простой, доверчивый, доверял, работал И надеялся получить свои деньги Хоть даже и задерживали, почему люди говорят, не уходили, а что ж вы сидели А мы надеялись, ну задержали месяц, мы такие, ну потерпим, всё равно в году дали Потом ещё чуть потерпим, потом дали вроде бы, а потом совсем, совсем и совсем И всё, и вот так оно затянулось Просто люди надеялись и ждали, выходили преданно на работу А получилось вот так, теперь и своего не даёшь Чувствуете себя обманутой? Конечно Это ужас Как, без денег, ну как, ну просто взять и не дать тоже, пусть попробуют Я так думаю, если стране уголь не нужен Хотя вот совсем недавно слышал, тот же Сава Путин выступал Говорит, нам нужен уголь, будем развивать это Так как же развивать, если закрывается перспективный шахт Вот наша замчаловская шахта, она перспективная, там на ней ещё лет на 50 угля А всё, затопили Я 41 год отработал на шахте замчаловской, на одной шахте Вот как пришёл к пацанам и ушёл к старикому И вот 62 года Хорошо, что пенсия А так не было пенсии, с ума сойти Обещают, когда-то кто-то, кто-то придёт, инвестор, кто-то что-то построит А когда это придёт, этот инвестор ещё придёт, глянь, что здесь Всех посадили на колёса Да, да, да Всех посадили на колёса Всех где-нибудь в разъездах, что куда-то едут, что где-то зарабатывают Всем разваливаются, разрушаются Да, кстати, ко всем прочим И потом же, опять-таки, денег хватает, чтобы там прожить, что-то сюда привезти Да, да А на коммуналку уже и на всё остальное, на те же самые кредиты, уже всё, уже не хватает Музыка Мунициативная группа есть, группа оповещения тоже есть, значит Вот сейчас я вам буду сказать, что ещё раз повторюсь, всё зависит от вашей активности Насколько вы будете активны, забиваться от своих вопросов За вас, поймите, никто не будет делать Вот пример, Кинкоул, шахта алмазная Они сами в течение 8 месяцев ежедневно собираются на пикетки, на митинги, на акции протеста Выезжали в город Ростов, собирали своих в город Москва, но их, вы знаете, где-то запарили Значит, сегодня они обратили на себя внимание не только российских журналистов, не только российская пресса пишет, газета «Правда», «Донская искра», «Красная линия», «Общественная правительная Россия», «24-й канал» даже показывал, да? Вот, но и сегодня уже на проблему шофёров города Гукова обратило мировое сообщество Вот мне звонили из Германии на российская партия Они 1 по 5 февраля проводят в Индии В Индии проводят, значит, конференцию шофёров проводят Они, да, значит, будут поднимать вопрос о невыплате заработной плате как раз гуковским шофёрам Они будут там в доклад, будут выступать, и, соответственно, значит, они, я думаю, что направят какую-то петицию и Путину Но Путин, вроде бы, у нас не знает о том, что происходит здесь, да? Но зато он знает, зато он знает, что когда марафон у него был четырёхчасовой, да? Зато он знает, что на сахарине не дали зарплату Сейчас, сейчас, подождите, подождите Он тут же, значит, чё, купальщикам и на следующий день всем выдали, да? Да, правда Поэтому, я ещё раз повторяю, всё зависит только от вашей акции Партийная организация, значит, мы, Гуково, Зверево, область Мы обязательно вам будем помогать, и мы помогаем Вот представьте себе, если бы не было у нас депутатов в законодательном собрании А коммунистов, я имею в виду, не было депутатов в Государственной Думе Вот эта проблема шофёров, она осталась бы здесь, в городе Гуково И за пределы города Гуково никто её бы не вынес, понимаете? Потому что они только, значит, всё запрещают Поэтому, значит, всё, ещё раз говорю Это зависит сколько от ваш лично От вашей акции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok